Господи, Сил, с нами будем, и так оборазмей Тебе, помощникам скорых дней, имамы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом, доброго всем дня и хорошего настроения. Обычно принято считать, что время поста — это время такого, в каком-то смысле, затворничества, когда нужно взять книгу, закрыться в келье и начать духовную жизнь. У апостола Павла есть такие слова «Все исследуйте, доброго держитесь». От всего при правильном устроении души человек может получать пользу. И наоборот, при неправильном устроении человек может получать вред. Как у аводорофея есть такой пример, что если у человека желудок расстроенный, то любая здоровая пища, она приводит его в расстройство. И наоборот, если у человека крепкий желудок, то даже пища, которая где-то не очень качественная, она не причинит ему вреда. Организм так ее перерабатывает, усваивает, и доброе все равно из этого получает. Недавно на экраны кинотеатров вышел фильм, который я бы советовал посмотреть мужчинам со старшими сыновьями. Он такой исключительно мужской, там нет ни одной женской роли. Фильм про войну, про подвиг русских солдат, именно русских, не советских. Потому что там есть такие моменты, один солдат размышляет, я, говорит, родину люблю. Он говорит, так родина же Советский Союз. Какой Советский Союз? Ему 20 лет, а родине тысячи лет. Фильм «Ржев» про великую силу русского духа, про веру, про покаяние, про подвиг, про готовность жизнь свою положить за други своя. Причем это сделано как-то не пафосно, без грубого навязывания взгляда, мировоззрения, а прям очень деликатно расставленные акценты, которые ищущий человек, он услышит как призыв к размышлению, как призыв к пути, к началу. И, казалось бы, на первый взгляд совершенно отвратительные герои, они потом раскрываются, но когда приходит покаяние, осознание, когда приходят слезы, раскрываются совершенно в другом свете. В каждом человеке, как бы ни было наносного завалена его душа, всегда вот этот лучик, искорка остается, которую можно открыть и раздуть в теплый костер. Печально то, что этот фильм, ну, как сказать на современном языке, его банят. Ну, когда, не знаю, сознательно или несознательно, или просто не видят в этом коммерческой выгоды, ну, например, по сравнению с «Холодным сердцем» или «Достать ножи», западные фильмы, они как-то всегда идут в очень многих кинотеатрах в удобное время. А русский фильм, патриотический фильм, ну, сначала его сеансы вообще не могли найти в «Кинопоиске», а потом как-то, ну, через другой заход оказалось, что по одному сеансу и не в каждом кинотеатре, и в очень неудобное, ну, рабочее время, получается, чтобы сходить пришлось ждать выходных. Может быть, это просто коммерческий расчет, а может быть, есть за этим чей-то умысел, когда фильмы подобного качества, причем там в конце описание, что вырученные средства пойдут в фонд поддержки ветеранов боевых действий. Может быть, специальная указка. Но фильм стоит того, чтобы посмотреть и дальше обсудить, потому что какие-то вещи, они очень глубоко в душу проникают, и именно на них, на этих впечатлениях, на этих мыслях формируются ценности, формируются ориентиры. Мужчины, сходите, найдите время со своими сыновьями, ну, лет, наверное, с 12, чтобы было о чем поговорить. Помогай нам всем, Господь! Господи, Сил, с нами будем, и таково разный Тебе, помощник от скорбых ненимамы, Господи, Сил, помилуй нас!